Платежи за вывоз коммунальных отходов скоро могут серьезно вырасти. Власти регионов сейчас активно обсуждают, какие суммы написать в квитанции. Новая система сбора, вывоза, утилизации мусора, а следовательно и новые тарифы, начнут действовать с 1 января следующего года. Каждый регион выбирает регоператора, с которыми управляющие компании, ТСЖ, ИП, владельцы частных домов, заключают договор. При этом несколько регионов пошли на опережение и уже перешли на новую систему. Изменятся ли тарифы в нашем регионе, узнала Александра Литкова. С 1 января 2019 года вывоз мусора перестает быть жилищной услугой, которая рассчитывалась в зависимости от площади помещения и переходит в коммунальные услуги, которые рассчитываются в зависимости от количества людей, проживающих в квартире. При этом льготы для населения будут сохранены. Поскольку это теперь не услуга по содержанию жилищного фонда, а коммунальная услуга по вывозу мусора, то все категории граждан, которые получают субсидию на оплату коммунальных услуг, они, соответственно, имеют право рассчитывать и на субсидирование оплаты этой новой коммунальной услуги. Все это регулируется действием федерального закона, и мы, как регион, обязаны ему соответствовать. С 1 января в ряды плательщиков за вывоз мусора вольются не только горожане, но и жители деревень. Именно из этих территорий вывозить мусор стоит дороже всего. В Ниньском округе уже определен оператор, который должен будет на территориях сел и деревень устанавливать специальные площадки и контейнеры. В среднем сейчас платеж за вывоз мусора составляет 100-200 рублей. Ожидается, что с начала следующего года сумма по округу составит от 150 до 300 рублей. В рамках обновленного 89-го федерального закона по обращению с отходами на территорию округа, как, собственно, и во всех других субъектах, был выбран региональный оператор. У нас это некая архангельская компания, которая заявляется на установление нового тарифа. Документы были сданы. Тариф будет установлен нашим управлением по госрегулированию цены тарифов. Да, действительно, мы по прогнозным ситуациям подозреваем, что тариф определенным образом возрастет. Но главным образом он возрастет, в том числе потому, что у нас во многих селах вообще сейчас отсутствует как факт плата за вывоз мусора, а она должна появиться. Стоит отметить, что сейчас в регионе за вывоз мусора платят только жители поселка Красное. На платные услуги они перешли еще год назад. Сумма в месяц небольшая – почти 159 рублей с человека. Ну, отрадно, что большая часть населения с пониманием отнеслась к заключению договоров. Ну, процентов 80 договора заключили хозяйство. Значит, здесь есть проблема в том, что так как услуга-то коммунальная, но отношения договорные. И вот определенная часть населения не получает льготы по этой услуге. Если бы был региональный оператор, который бы оказывал эту услугу, то определенная часть населения получала бы льготы. То есть, ну, там, допустим, 50% этой платы, что было бы существенно, скажем так. А сейчас вот этого нет. Возможно, с появлением льгот население охотнее начнет заключать договора с предприятием. Сейчас долги населения перед коммунальщиками за вывоз мусора в муниципалитете составляют уже больше 700 тысяч рублей. На сегодняшний день взыскать их можно только в судебном порядке. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.